Здравствуйте, друзья! Закончилась очередная 29-я сессия Псковского областного собрания депутатов, ну и традиционно послесловие к этой сессии. Буквально пара слов о том, что было на сессии интересного. Собственно говоря, всего два момента я хотел бы выделить. Это мое претензионное выступление традиционное и парламентский час, на котором рассматривался вопрос снабжения бесплатными медикаментами льготных категорий граждан. Мое претензионное выступление было посвящено тем людям, которые находятся рядом с нами, которых мы обычно не замечаем, потому что они существуют в некой параллельной вселенной, которая редко с нашей вселенной пересекается. Но, тем не менее, они там живут и они там умирают. Я говорю о людях без определенного местожительства или попросту бездомных. Мы связывались с благотворительным фондом «Ночлежка». По их данным, в Псковской области в 2022 году за год умерло 174 бездомных. Большая часть из них умерла зимой, то есть фактически они замерзли, они умерли от холода. Я предложил правительству Псковской области рассмотреть опыт вот этого фонда «Ночлежка», благотворительной организации, который в Санкт-Петербурге и, если не ошибаюсь, в Уфе, еще в каких-то областных центрах, создали пункты обогрева. То есть фактически это большая палатка, в которой работает мощная тепловая пушка, куда любой человек может прийти, согреться, там какое-то время пробыть, чтобы не замерзнуть на улице. Порог посещения такого пункта обогрева, он очень низкий. То есть требование там единственное фактически это, чтобы человек был не буйный, чтобы он не нарушал порядок. Требование по состоянию алкогольного опьянения, которое существует во всех государственных ночлежках и которое фактически отсекает большую часть бездомных от посещения, их там этого требования нет. Второе, что было интересно на сессии, ну парламентский час. Выступала Марина Валерьевна Горощенко, это председатель комитета здравоохранения Псковской области. Она долго рассказывала нам о бесплатных медицинских препаратах, которые предоставляются льготным категориям граждан. Звучало много цифр, потом начались вопросы. Я Марине Геннадьевне задал всего два вопроса. Первый вопрос касался предложения Володина, которое довольно-таки приличное время назад прозвучало из его уст. Вячеслав Володин предложил передать финансирование по приобретению препаратов для онкобольных с регионального уровня на федеральный. В принципе, это было бы здорово, потому что такие расходы довольно существенны и чувствительны для регионального бюджета. Я спросил Марину Валерьевну, предпринимаются ли какие-то движения в этом направлении, какие-то, может быть, меры принимаются, что-то движется в сторону решения этого вопроса. Марина Валерьевна отказалась обсуждать слова Володина, но сказала, что в принципе комитет здравоохранения постоянно предпринимает определенные усилия для того, чтобы в список препаратов, которые предоставляются бесплатно, входили новые препараты, чтобы категории граждан расширялись. В общем-то, в таком духе прямого ответа на вопрос именно по этому предложению она, к сожалению, не дала. И второй вопрос звучал так. Когда люди приобретают на свои деньги препараты, несмотря на то, что этот препарат им выписан бесплатно, просто не могут дождаться, просто нет его в аптеке и из-за крайней необходимости люди тратят свои деньги, покупают данное лекарство, а потом просят, чтобы им компенсировали затраты. Можно ли как-то упростить систему, по которой такая компенсация людям предоставляется? На что Марина Валерьевна мне ответила, что областной комитет здравоохранения никакие затраты на лекарства самостоятельно не компенсирует. Мне показалось это странным, потому что нам были известны прецеденты, когда подобное происходило, и мы посмотрели законодательную базу. И вот что мы нашли. В 2021 году суд рассмотрел дело жительницы Волгоградской области. Муж которой был болен, ему были выписаны дорогостоящие препараты, которые должны были по закону дать бесплатно. Комитет здравоохранения отложил покупку лекарств до получения дополнительного финансирования, и сама семья купила препарат. Муж ее, к сожалению, скончался, и вдова обратилась в суд с иском о компенсации расходов на таблетки. Суд ей отказал, посчитав, что право на возмещение затрат на лечение не передается по наследству. Апелляция отменила решение суда, дальше в Конституционный суд оставил его в силе. В общем, в итоге через разные судебные станции дело попало в Верховный суд Российской Федерации. Верховный суд вынес решение в пользу женщины. Коллегия Верховного суда дала очень подробные разъяснения по этому вопросу. Одним из принципов охраны здоровья в Российской Федерации является соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения реализации этих прав государственными гарантиями. В числе таких гарантий бесплатно обеспечение ли страдающих социально значимыми заболеваниями за счет соответствующих бюджетных средств в соответствии со стандартами медицинской помощи, лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам врачей вне зависимости от наименования и стоимости препарата. То есть в итоге коллегия Верховного суда подтвердила, что расходы должны компенсироваться не только самим больным людям, но и даже их наследникам в том случае, если больной человек умер. Государство обязано возмещать расходы на самостоятельную покупку гражданам лекарств, которые должны предоставляться бесплатно, в том числе в случае смерти пациента, его наследникам следует из определения Верховного суда Российской Федерации. То есть, если у вас сложилась подобная ситуация, если заболевание, которым вы страдаете, относится к социально значимым заболеваниям, это, кстати, надо обязательно вам уточнять, то в этом случае, если вы не дождались препаратов бесплатных, а пошли в аптеку и сами их купили, вы имеете право получить компенсацию. Если в такой компенсации вам отказано, вы можете обратиться в прокуратуру, которая обязана защитить ваши права. Разъединение прокурора, вот у меня тоже на столе лежит, она тоже говорит о том, что право на возмещение денежных средств, оно у людей есть. Повторю еще раз, социально значимыми заболеваниями группа. Ну вот на этом, наверное, все, что я хотел вам сегодня сказать. Спасибо, что были со мной и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok